Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! О чем я разговариваю? Мы сейчас с вами начинаем новую серию, фактически начинаем. Может быть, начнется она со вчерашнего разговора тоже. Сейчас или два я вам показывал, рассказывал чужие сады, свой сад. Прекрасное цветение. Попробую начать новую серию. Для чего? Почему? Потому что каждое дерево, оно индивидуально. Оно настолько личность, что его... Я всегда поражаюсь, что... Вот так же, как мы, близнецы, это редчайшая редкость, так и тут. Тут, по-моему, вообще даже близко не бывает. Вот сколько там, тысячу семян с одного дерева, тысячу разных деревьев. Вот так интересно это все. И вот я хочу рассказать вам чуть ли не про каждое дерево. Это очень важно, это очень нужно. Потому что для новичка деревья все одинаковые. Новичок должен сейчас, если бы он приобрел такой участок, первым делом он должен был... Ему такая команда дадена, она все остается жить, каждый год калечить их. Видите, ветки нижние лезут, да? Вот. Их надо обязательно было все искалечить. Вот это вот прекрасная, роскошная груша, самая моя южная из Бельгии. Это груша под названием «Лесная красавица». Она была найдена где-то в 18 веке, так, нет, в середине 19 века, прямо в лесу. Росла прекрасно плоды и была перенесена, как перенесена? Веточка мели, семечка мели перенесена в сад к фермеру бельгийскому. Ну, а потом, потом распространилось так, что, видите, вот, наверное, это самое северное в мире. Видите, оно зацветает, да? Вот. Я... Потом будет второй круг. Когда мы с вами обойдем сотни деревьев, наверное, в общей сложности 300, может быть, 500, когда это вам может доедать. А осенью повторим. Почему? Потому что, вот, я к нему не подходил, и у меня гарантированно урожай. Ну, кто у меня главный враг урожая? Ну, только жду послезавтра в течение трех дней заморозки. Вот, пожалуй, и все. Больше убить ее невозможно. Она абсолютно здорова. Абсолютно. Почему? На ней нет ни одной раны. И быть не может. Я же Железов. Вот. Я же с ума не сошел, как сошли сотни тысяч авторов, убивающих деревьев. Знаете это? Насколько это все страшно? Это слов нет. И так, значит, это в качестве примера. Вот. Посмотрели мы на нее. Так. А я вначале думал, как? Я буду каждое дерево оснащать фотографиями прошлых лет. Для того, чтобы как-то раскрасить. Нет, лучше осенью уже посмотрим все это с плодами. Вот. Я на ваших глазах буду эти плоды пробовать. Или морщится. А вот видите, дикая груша, да? Уссурийская. Или морщится буду. Или радоваться. Дети будут есть. А вы позавидуете по-хорошему. В каком плане? Дело в том, что когда вы отучитесь убивать деревья, еще раз говорю, вся современное садоводство, причем освещенное великими именами 19 века, первой середины 20 века, и поддержанное дружно, это самыми людьми, с учеными степенями современными, вот, привело к тому, что у нас нет садов. И вот, это просто, первое же бросилось в глаза, дерево без ран. Заметьте, без ран. Какое оно безобразное! Ой! Какое оно безобразное! Это ужас какой-то! Вот. Натуральный ужас. Потому что ветка растует... Вот видите, плод, да? То есть, будущие плоды. Вот, вот, зацветает. Вот это цветочная плодовая почка. Так. Она растет вниз. Вы набираете со смыслом, для того, чтобы вырастить сад, так называемый, это ролик какой-то. А их множество. Просто в Яндексе наберите. Я дальше в Яндексе обычно не суюсь. Например, в Яндексе обрезка деревьев. И вот там будет стоять с умным видом молодой человек, которому еще это самое, вот, будет стоять секатором и отрезать. Вот эту ветку отрежет. Вот видите, совершенно здоровая ветка. Вот она собирается плодоносить, да? Она растет вниз. Он ее прикажет вам отрезать. И вы отрежете, потому что он раз взялся учить вас, значит, он умный. А еще некоторые экспертами себя называют. Кто им дал такое право называться? Непонятно. Вот. А потом другая ветка растет внутрь, а третья ветка вертикальная. Волчок, вот он, а ту его, вот видите, вертикальная. Потому что ветка загнулась вот так. Нет, надо теперь это, как сказать, раз наверх растет, ее тоже надо уничтожить. Вы посмотрите, под каким острым углом растут. Она еще не сломалась, а вам уже прикажут вот это вот, это так называемая ветка конкурента. Вот, и это под острым углом, и это. И вам прикажут все это, которое под острым углом, вот ветка конкурента. Вам прикажут ее уничтожить, вот тут страшно рано делать. Не могу успокоиться, ну, ну, с ума сошли. Фух, пойдем дальше. Значит, я сейчас хочу, хоть начал с груш, хоть рядом растет великолепная дикая груша, гордость, моя гордость. Я хотел сказать предысторию. Уже в зимней серии это есть. Я там хожу по снегу и показываю вот этот участок. Участок, который имеет много хорошего, много плохого. Хорошего то, что вот это мои деревья были. Они куплены были у меня, так, с соседом. А потом я пришла пора, я выкупил у них этот участок. Он мне стоил ровно миллион рублей. Это вот летняя кухня, домик, домик из опилок, домик из досок. Я почему подчеркиваю, что для кого-то это деньги. Вот, например, для меня немалые деньги. А вот они, как получилось, стоил он того или нет. Если смотреть, что он из досок внутри опилки, так, доски несущая конструкция, и снаружи рубероидом обид, да, вот, то, наверное, обычно стоимость дома, а к нему уже как бы автоматом, как бы автоматом идет этот, все остальное. А для меня главная ценность была мои же деревья, да, вот, вот эти вот роскошнейшие, три, этих самых, три дерева, абрикоса, вот они, вот третье дерево, абрикос, да, мы про них будем говорить. Почему? Потому что их приговорили к уничтожению. Вы что думаете? Эта ветка отрезана, потому что она была сухая? Нет, она просто мешала ходить. Вот, а теперь смотрите, что получилось. В общем, вы поняли, о чем мы будем говорить, это все потом пойдем по кругу. А пока сам принцип. Итак, новый участок. Итак, новый заложенный сад. Вот он. И я проведу вас по этому саду буквально по каждое деревце, каждое. Почему? Потому что я бы хотел, чтобы вы, так же, как и я, буквально за один год от прививки имели вот такие вот результаты. Видите? За один год от прививки. Вот такой, например. Вот. Ведь страшно, когда приближает кладношение таких деревьев именно увечением. А оно должно быть естественным. Видите? вот еще. Вот еще. Ну, это ладно. Это было посажено однолетним деревом. То есть, я хвастаюсь, что там у меня прививки вот эти от этого же года. То есть, весной прошлого года я привил. Вот видите, весной прошлого года я его привил. Вот он уже зацветает. А вот это, допустим, посажены были однолетними прививками перенесены с того участка. Вот видите? Вот такие результаты примерно. Вот такое же. Ну, еще у меня садится батарейка. Если я, я даже не знаю, пока сейчас съемка идет или уже прекратилась. Посмотрите еще сюда. Вот. Для чего? Видите? Бруши зацветают. Посмотрите. Сейчас в цветах. И если вы скажете, ой, какой железо молодец. Ой, как замечательно. Ой, какой он это. Сколько цветов, какой будет урожай. Это моя, хотел сказать, моя туфта. Почему? Приростов нет. Все уход, практически все ушло в плодоношение. Это не мой саженец. Помните, я рассказывал, что я несколько саженцев купил прямо на рынке. Я покупал у наших знаменитых садоводов, у наших ребят. Вот. По одному у всех. Почему? Надо было быстренько заполнить вот этот вот, вот это все. А мне не хотелось терять год. И вот один у одного. Заметьте, точно такой же. Приростов нет. Все у плоды. Это не нормально. Почему? Расскажу вам. Только не сейчас. Вот. Теперь посмотрите сюда. Вот это мое. Вот. Приросты есть. Вот. Вот это вот мое. Ну, или интересно, съемка, ой, зацепился я за кол. Съемка все-таки еще продолжается или нет? Хотелось бы сразу сказать, вот они, приросты, да? Вот это нормально. Да, у него и штамп, но тут я не виноват, что штамп. Он сам такой образовался. Про штамп образование мы еще будем говорить. Вот. Вот это нормальное развитие. Ну, под 7-метровые приросты. Вот. Теперь так. А еще один мой. Вот он. Вот сравните, да? Посмотрите, приросты. Вот здесь было при посадке сделалось сильное обрезко. Вот здесь вот. Вот. Но я умудрился сюда двухлетний воткнуть. Вот. Вот это первый год. Вот это второй год. Видите, отрезал. А куда было деваться-то? Я вам еще покажу насчет применения крона. Последний еще. И, наверное, все. Потому что моргает предупреждение, что уже батарейка села. Вот он. Я прошлой осенью показывал. Нормально раздитое дерево. Вот оно. Вот оно. Это почти так же посадка, обрезка. куда деваться-резать надо. А вот не обрезанное. Как оно вам? Вот жалко, плохо, что его видно на зеленом фоне. Вот оно вот такое вот. Отхожу. Смотрите. Смотрите внимательно. Получился довольно уродец. Пересаженный, но не обрезанный. Специально так сделал для того, чтобы сделать чечебную фотографию. Ну, пожалуй, на сегодня и все. Bye-bye. Смотрите внимательно.